Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня четверг, 17 июня 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Итак, сегодня я решила привлечь ваше внимание к интервью 45-го президента США Дональда Трампа, который он даст телеканалу Newsmax. Сегодня вечером он будет беседовать с известным телеведущим, презентатором Шоном Хеннете. Но нам совершенно не обязательно ждать этого момента. Мы можем уже сейчас начать обсуждать основную тему их беседы, а именно сравнение двух вояжей, двух президентов 45-го и 46-го Дональда Трампа и Джо Байдена. Как вы знаете, первый зарубежный вояж Джо Байдена завершился вчера в Женеве переговорами с Владимиром Путиным. Что касается президента Трампа, то я хотела бы вам напомнить, что в 2017 году он начал свой первый зарубежный вояж с поездки в Саудовскую Аравию, где были заключены контракты на сумму, превышающую 350 миллиардов долларов. Это был абсолютный рекорд. Но для президента Трампа это был жест, означающий его верность его электорату, потому что он последовательно выполнял свои предвыборные обещания, создавая рабочие места для американцев и возвращая эти рабочие места из-за рубежа. Надо сказать, что поездка президента Трампа была интересной и выдающейся не только с экономической точки зрения. Он также посетил колыбели цивилизации Иерусалим и Ватикан. Для президента Трампа, как вы знаете, консервативные ценности являются основными. Это его ценности. Поэтому он и первая лезть с большим пиететом относится к этим святым местам. Надо сказать, что Джо Байден показал себя совсем иначе, с другой стороны. То есть наша современная религия теперь это climate change, климатические изменения. И основной грех это карбоновый след. То есть чем меньше карбонового следа, тем меньше греховности. То есть не надо пользоваться автомобилями, самолетами, не надо есть, естественно, мясо. Потому что коровы выбрасывают колоссальное количество СО2 в атмосферу. То есть экологический образ жизни, он является современной религией. Но не только, потому что вторая линия, которая наметилась во время вояжа Джо Байдена в Европу, это тотальная вакцинация человечества. И таким образом у нас осталась одна цель в плане религиозном. Это не выброс СО2. И вторая цель в плане житейском. Это всех вакцинировать. На самом деле, конечно, многих поражает, что других болезней просто не осталось. То есть у нас есть одна святая цель. Всех вакцинировать дважды, трижды, столько, сколько скажет Pfizer. Я полагаю, я вам говорила о том, что Pfizer является самой коррумпированной компанией в мире. Они оплатили штраф американскому государству в 2,3 миллиарда. То есть 2 миллиарда 300 миллионов долларов за взяточество, за коррупцию. Но я не буду в это углубляться. Однако у нас остались по итогам визита Джо Байдена в Европу, у нас остались только две светлые цели. Надо сказать, что сам Джо Байден и его супруга Джилл не следуют своей собственной политике, своей собственной стратегии. Потому что каждые выходные они летают на колоссальном Боинге в родной штат Деловар для того, чтобы повидаться с двумя собачками. У них одна старенькая, одна помоложе. Они оказались, одна из них оказалась кусачей. Поэтому они не могут жить в Белом доме. И таким образом первая пара вынуждена каждые выходные летать на этом колоссальном Боинге к себе домой в Главар, чтобы поцеловаться и, так сказать, обняться со своими милыми любимцами. Это то, что я хотела вам сказать. Конечно, я жду ваших комментариев. Я выйду с вами на связь, как только будет опубликовано интервью с президентом Трампом. У меня нет подписки на Newsmax. Я буду пытаться отловить в YouTube и в других каналах. Я также хотела поблагодарить всех тех, кто участвует в наших дискуссиях. И особенно поблагодарить тех, кто ставит лайки. И кто поддерживает канал на этот раз. Это Яков и Давид. Спасибо вам большое. И я жду ваших комментариев.